Добрый день, еще раз, уважаемые участники. Денис меня уже представлял, но представлю все, что было на дробниках. Я живу в России в Европе, я живу в отделе маркетинга компании «ГУЗа». И сегодня, как было приятно, я здесь тоже стояла, что покупала в год для привлечения клиентов. Когда я, в общем-то, думала о этой презентации, то я сделала так, чтобы презентация понравилась, маркетологу, который я знаю, здесь есть, и людям, которые работают в сфере продаж, и руководителям, которые здесь есть, я постаралась адресовать все и сделать презентацию про важные каналы привлечения клиентов, чтобы не успеляться, а сконцентрироваться на самых главных вещах. А какие это самые главные вещи, я вам сейчас расскажу. Если кто-то был вчера на территории, а я знаю, кто-то был, потому что с кем-то мы уже виделись, то этот слайд вы уже видели и можете на одну секундочку взглянуть. Для остальных я расскажу, что вы проводили опросы для наших интеркаторов, и задавая ей вопрос, скажите, пожалуйста, какие каналы принесли вам самое большое количество лидов за последние полгода. И результат был такой. На первом месте были прямые продажи, на втором месте была контекстная реклама, на третьем сел, на четвертом – имейл рассылка. И я очень долго думала, в общем-то, про что из этого говорить, да, я подумала, что про прямые продажи и про продажи, про допустим клиентов вас уже обучит Денис, потому что вряд ли кто-то сможет сделать лучше, чем он, да. А мне, наверное, стоит сконцентрироваться на сайте, на имейл рассылке немножко проговорить про социальные сети, потому что у меня есть такое ощущение, что это канал, который мы не доиспользуем. Поэтому в меню у нас сегодня вот такое – сайт, имейл рассылки, социальные сети, как с ними работать, и откуда брать контент для них. Давайте еще раз проведем маленький социологический опрос к маркетологу. Поднимите, пожалуйста, инфлятор, который работает в сфере маркетинга. В коллегии. Отлично. А кто работает в сфере продаж? Идеально. Спасибо большое. На самом деле у меня тут будет разное погружение, если вы будете чувствовать, первое, что я говорю очень быстро, вы перестали меня понимать, пожалуйста, сигнализируйте мне, потому что у меня есть такая особенность. И второе, если вы чувствуете, что это очень, что это маркетинга, фигня, вы вообще перестали улавливать, что это такое, потому что у меня будет много всех местов, какая техническая информация, тоже мне включите, эти презентации будут вам доступны, то есть вы сможете пошариться с вашими коллегами. Вот. Поэтому все. Хватит предусловие, начинаем. Продающие сайты. Давайте сначала поймем, как взяла у вашего сайта, да? Еще один социологический опрос. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть сайт. Ну, слава богу. Когда я спрашиваю у наших партнеров и замки, на самом деле, там почти шестили практически в зале, потому что они вообще не пользуют сайты, чтобы продавать, и мы знаем, что у нас ситуация другая, и сайт вообще никуда. Поэтому я предлагаю вам тоже откидываться, закрыть глаза, вспомнить, как выйдет ваш сайт, и задать себе следующие вопросы, чтобы понять, классный он или не очень. Чтобы понять, сделано хорошо или нет, самый простой метод – это приведет человека, который не работает с сайтом каждый день, в некотором случае человеке не есть в этой сфере, и портит его найти какой-то определенный раздел. Например. Так, я этот проект не изучил, но я пыталась сделать с вами трактор, и я думаю, что не получится. То есть я, например, показала своему мужу сайт, да, это был наш партнер, который сказал, что здесь продается. Он в ту же секунду посмотрел, какие стрельщики из буги, очень четко определил, что это, то есть по этому критерию все нормально. Второй вопрос. Нужно понять, отвечает ли страница сайта на вопрос, который вы ей задаете. Тоже пример нашего партнера. Выходим на одну главную страницу сайта. Зачем нужно мониторить транспорта? Очень четко. Возможно, дизайн там не самый суперсовременный, но очень четко расписаны все преимущества, все возможные решения. Что это такое? То есть тут отлично. Получается первый вопрос. Следующее. Становится ли все понятно после прочтения текста на странице? Тоже идеально спрашивает человека, который не всегда вовлечен в ваш бизнес. И еще один важный момент. Понятно ли, как вернуться назад? И куда потом идти дальше по сайту? Объясню здесь немножко. Смотрите. Это новый дизайн нашего блога. Минуточка рекламы. Сюда мы добавляли такую штуку, как тревожные кошки. Она тоже должна быть обязательно, чтобы было понятно, когда выходит со страниц, как вернуться обратно. И страница не должна просто обрываться, она должна просто заканчиваться. То есть всегда должно быть что-то, куда можно пойти. То есть это должны быть какие-то смежные материалы, материалы по теме, читать так же и так далее. Не теряйте надеть на это. Следующий вопрос. Хорошо ли быть официально в мобильном? Есть ли у него большие дмоги, разборчивый текст? Давайте обратимся к примеру, одного из наших регионов из Белоруссии. И здесь три как раз скроллые экраны в мобильном. Первое. Объясню, видно, все хорошо читается. Второе. Решение. Тоже все четко. Большие кнопки. Даже с самым мощным пальцем можно четко попасть по ним. Здесь ключи, почему мы лучше. Тут уже проблема начинается, да? Какая-то такая негнятная колоночная верстка. Вот такого будет не говно. Признаки дружелюбного к мобильным устройствам сайта. Это, во-первых, текст читается. Тут сразу хороший пример и плохой, да? Текст читается очень четко. Нету тяжелых картинок, которые бы очень долго грузились и все подвисало. Нету горизонтальной полосы прогрузки. То есть вот такое вот это вообще не должно быть. Минимальная скорость загрузки довольно высокая и максимально простая навигация. Итак, базовый аудит. Про скорость загрузки. Скорость загрузки не должна быть больше, чем 3 секунды. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, что такое 57% здесь? Как они могут быть связаны с короткой грузии? Текст сайта, которая больше 3 секунды будет. Еще раз? 57% отваливается на текст сайта, которая будет больше 3 секунды. Чик. Да-да-да, абсолютно правильно. Мы сейчас в такой ситуации живем, что у нас сейчас с сайты многие очень долго вырубятся. Мы это почувствовали, когда приехали. А теперь она работает. Да-да-да, абсолютно. Смотрите, что здесь можно сделать. Можно добавить прогресс бар. Тоже по исследователям, он увеличивает время ожидания аж до 38 секунд. Прогресс бар, да, это такая штука, которая пока что долго будет грузиться в странице. Тут как бы стандартники. Здесь такой креативный, да, такая шестереночка с ржавым винтиком. Здесь внизу есть ссылка того, как можно проверить скорость загрузки. Не супер-то классно она читается, но хорошее новое в том, что эта презентация будет у вас на руках, то есть можно пройти по всем ссылкам, распечатать теперь все чек-листы. Так, важно наблюдать на взглядов. То есть мы примерно понимаем, об наш сайт или не об. Дальше. Работать со структурой. Я очень рада была слышать, что в презентации Дениса такие же действия, как у меня. Очень круто, что ему на одной планете. Денис говорил, что услуги – это, в общем-то, сложные вещи, которые совершенно неосвязаемые, и выгоды от них существуют неочевидны. Да, что приходится продается у него с себя, сайт начинает продается у него с себя. Смотрите, характеристика услуг наших – это сложные услуги, это неочевидные выгоды. Да, ну, то есть ты, это оп, но не всегда понятно, как это показать, да, как это все выразить. Поэтому нам нужно показать свою экспертность, экспертность и объяснить, что это такое. Тут нам помогает структура и контент. Про контент чуть попозже поговорим, сейчас давайте на структуры сконцентрируемся. Итак, что обязательно должно быть на сайте? Первое – структурированное описание продукта и разъяснение принципов работы. Схема работы же без мониторинга. Предельно понятна. Вообще, даже дети с удовольствием рассматривают. Очень круто. Или вот еще пример, да, от нашего партнера. Облачный сервис нефтеклауд. Что это такое? Картинки все очень четко и понятно. Короткие описания емкие. Можно попликнуть. У вас будет эта презентация. Вы можете потом рассмотреть детали и зайти на сайт. Второе – преимущество продуктов в дополнительном формате. Еще раз. Я буду очень стараться. Но вы получите эту презентацию, сможете лучше, распечататься. Вот вчера прошли вызовы и исчезли. Да, 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 да. Кто был на риторинге, можно немножко уже прибыл к моему темпу речку, когда я волнуюсь и делаю презентацию. Но я очень стараюсь. Так. Преимущество продуктов в дополнительном формате. Здесь тоже пример. Из некоторых клавок очень четко. Виктограмма расписана, что оно какое и характеристика более подробная. Форма заявки на каждой странице или поп-ап. Конечно, у вас будет страница вставить заявку или демо, но не трудно продублировать это везде. Например… Здесь очень тонкий момент. Очень тонкий момент. Здесь у нас действует 152-й федеральный закон о персональных данных. Абсолютно. Вот. И каждая такая форма должна быть снижена с ответвающей пометкой. И отсылкой к политике обработки персональных данных. Да. Поэтому там должна быть галочка тоже, что да, мы согласны на обработку персональных данных. Можно посмотреть на сайте Гуртинг, это реализовано. И так. Здесь вот кнопка. Она, конкретно кнопка, четко, понятно, контрастная. Информация о компании. Тоже, конечно, я очень скромно привелась к примеру нашего сайта. Да. Что это такое, что это за компания? Здесь какие-то презентационные материалы, которые можно сказать. В принципе, пожалуйста. Цифры. Наши ценности. Тоже мы старались все делать в таком удобном режиме и формате и четко разнести, чтобы это было визуально привлекательно и в смысл какой-то условно. Так. Дальше. Медиа информация о продукции. Скрины, видео, презентации, коммерческие предложения. Здесь мы вам можем помочь. Я уже говорила, наверное, о вашей маркетинге поддержке. То есть в рамках нее мы вам все эти штуки готовы предоставить. И страница продуктов, конечно, должна быть уникальной для торговых предложений. То есть, должно быть понятно, почему это самое продающее предложение. Дальше. Ну, тут с другой стороны поработали немножко. Следующая характеристика услуг. Услуги не связали. Их качество меняется. Что это значит? То есть, если один раз вы сходили в торговых маркерах, вас действительно были крепкими, на трое раз вы приходите, у него плохое настроение, и вопрос ваш жена был отрезан вам на руках. Ужасно. Услуги – ужасно нестабильная вещь. Поэтому. Что нужно сделать здесь с точки зрения сайта? Нужно добавить элементы доверия или бизнес, которые вызывают это доверие. Их огромное количество. Я старалась все привести. Давайте посмотрим на них. То есть, это могут быть как формальные элементы, как технические, какие-то маркетинговые. И, конечно, не сайты, не единые мужики. То есть, есть элементы доверия, которые находятся вне сайта. Давайте про каждую чуть-чуть подробнее поговорим. Формальные элементы – это регистрационные данные организации, да, но как бы без этого вообще никуда. Рецензии. Сведения о членстве возрастевых объединениях. Какие-то официальные рейтинги. Пауэккаунт, 153, он вообще вот сюда идеально подписывается. Информация о партнерах и других клиентах. Сертификации, если они у вас есть. Тоже скринт с сайта нашего партнера – отлично сразу вызывает доверие. Технические признаки. HTTPS. Обязательно. Если у вас есть какие-то предложения, то вот эти кнопки есть просто плюс-стоп вашему доверию к человеку, который находится на сайте. Ссылка на крутого разработчика сайта. Если, конечно, вам дизайн интересовало в теме лейтинг, то сразу вам будет больше доверия. Мультиязычность, если вам это актуально. Красивый дизайн, если вам это актуально, а это актуально почти всем. Система уведомлений об ошибках и мяча. Это такая штука, которую вы видите, очень часто внутри включают. Если вы нашли ошибку, нажмите код вот этого и вкратите ошибку. Если вам интересно как, то напишите, я вам расскажу и спину все нужные ссылки. Но это показывает то, что вы реально заботитесь о людях, что вы готовы меняться. Это очень маленькая вещь, но она правда труда. И наличие мобильной версии или активной верстки, о которой я уже чуть-чуть говорила. Социальные доказательства. Это, конечно же, отзывы. То, за чем мы все охотимся и то, что мы очень-очень охотно размещаем на веб-сайте. Это списки клиентов. Да, если возможно, то парочку таких лототипов просто говорят лучше тысячи слов. Информация о квалификации сотрудников. То есть, если, например, очень простой пример. Если вы пишете, например, статью «Бог», то лучше оставлять там не ноунейм, описать там, кто это написал и кто этот человек. То есть, говорить про его квалификацию, про его позицию. Сведения о наградах, о каких-то победах в корпусах. Социальные виджеты. То есть, это бодис со социальными сетями. Про которые я еще раз поговорю позже. Списки вакансий. Тоже круто. Видно, что компания развивается. Да, вы будете вперед, но и спереди. Разве такие реальности. Тоже если у вас едет, очень круто на карту нанести. Реализованные проекты. Тоже отлично. Количество клиентов и пользователей. Вы, наверное, это видели на сайте компании «Гурт». Точно так же, что видны счетчик наших объектов, которые динамично развиваются. Мы пошли даже больше с тобой. Если это было на свобеске, я думаю, что это был, то вы видели, что у нас там на кухне огромный вид, где тоже идет счетчик-объект. И все, кто там приезжает, сразу как раз элемент вне сайта тоже. Сразу умиляются и удивляются. Мнение экспертов тоже отлично. И голосование на сайте. То есть, это значит, что вы тоже действительно заботитесь о том, что думают ваши партнеры, что думают ваши клиенты. Пример для одного из наших партнеров. Вообще все круто реализовано. Тут все прям в одном. И бренды крутые, и цифры. Если вы нажимаете, то есть это конкретно реализованный кейс. Очень здорово. Паркетинговые инструменты. Все со словом «Бесплатно». Ровный период, обучение клиентов, обслуживание. Все это тоже хорошо и вокруг. Элементы «Доверие за пределами сайта», про которые я уже говорила, это то, как вы активно читали в сообществе. Как вы оставляете или о вас оставляют отзывы на независимых площадках. Какие-то обсуждения на формах. Какие-то не сайты в неделю. Итак, я предлагаю для вас еще этот чек-лист. Как можно быстро улучшить свой сайт так, чтобы аудитория, которая туда приходит, воспринимала его с большим удовольствием, чтобы влиять чуть-чуть побольше. Посмотрите, пожалуйста, есть ли такие элементы у вас на сайте. Первое – это динамические элементы анимации, которые прекрасно привлекают внимание. Второе – это чат. Тут я привела пример того, как он выглядит. Возможно, вы видели его на сайте гурта. То есть нужно давать клиенту как можно больше удобных каналов для общения. Если он не хочет там звонить, не хочет включать на email, ему проще написать в чат и, пожалуйста, дать им такую возможность. Тут я привела тоже муховато видно, но презентация, в которой вы видите. Здесь ссылки на чат, которые мы тестировали и которые нам показали самыми хорошими. И для генератора – это тоже похожая вещь. Вы наверняка видели такое, да? Если сейчас у вас нет времени, видите свой телефон, но вам обязательно перетворить. Это тоже работает. Инструменты аналитики, если вдруг у вас их нет, чтобы отценить важные показатели для вас. Вот вопрос по ответам. Я показываю, кстати, Креспи. Это прямо одна из самых-самых посещаемых страниц. Потому что даже у нас сейчас спрашивают, ребята, что такое Креспи. Когда мы не можем объяснить, это устно, когда мы не можем написать тебе мейли или созвониться, мы тоже часто попадаем страницу, посылаем. Это тоже повышает доверие, да? Им очень удобно пользоваться, они классно фиксируются. Новости. Конечно, вы показываете свою динамику, да? Вы показываете в backstage, это всегда интересно. И контакты. Потому что, действительно, будете смеяться, но я вам анализировала, когда вы делаете докладывание на видео, три страницы выдачи в Яндексе, да? То есть люди, которые находятся на второй странице, то есть могут быть довольно плохо, у них нет видов контакта. То есть чтобы дойти контакт, нужно было дать компании, контакты. И только потом контакты. Если вам повезет, там пустите маленькие буты. Я не знаю, как они работают, но как-то работают. Давайте таком не делать, пожалуйста. Так. С точки зрения SEO, самый-самый минимальный обязательный минимум, это не допускать присутствие дублей и всегда прописывать тайт в description, не брать текст из Burtin.com без изменений, потому что так выкладываете свою даму, и ничего хорошего для вас тоже не будет. А уникализировать тексты, да? То есть чуть-чуть переписывать. Работать конструкцию. Как по счету обратного процесса, когда Burtin берет текст в других сайтах. Мы не такие, мы тут никогда не делаем. Да ладно. А я подтверждаю, да? А сколько моих текстов на вашем сайте находится? Давайте это обсудим потом. Да, мы согласны вообще, что ребят не делают. И же рынок не уменьшает. Конечно, конечно. Они не фиксируют ссылку на мой SEO. Более того, мы сгоняем в Яндексе, и по любому тексту, я думаю, что мы можем показать, что мы используем по-любому. Давайте дальше двигаться. Мы с того, что мы обсудим переход на HTTPS. Про который я уже говорила. И оптимизация про мобильный, про который я тоже уже говорила. Зачем нужно следить постоянно? Постоянно стоит работать с аналитикой. Постоянно стоит смотреть на трафик. Особенно на органическом. Как работают конкуренты, чем они отвечают. Следить за позициями сайта. Вот тут вот два очень хороших сервиса для этого. Следить за показательным отказом, почему люди приходят с вашего сайта. И следить за сети. Следующий лоб – это email. Я напомню, что я говорю про него, потому что это один из самых частых аналогов, чтобы приходить в режиме. Мейл сегодня, конечно, уже поменялся. Это больше спам, у которого просто некуда избавиться. Потому что в каждом мейле есть кнопка. В каждом личном мейле, который идет через ресурс, если вам куда-то писать. Поэтому мне кажется, что в целом к ним улучшилось отношение. Здесь я привела скрилл сервиса, которым пользуемся мы. MailChimp. У него довольно щедрые ограничения для бесплатной версии. В принципе, неплохие тарифы на платную. Поэтому я тоже вам в душе его советую. Далее, в общем-то, общалась с нашими интеграторами. Смотрела про то, что они рассылают в свои тайны, что они рассылают в своих письмах. Получился такой топ-5 тем, которые они освещают в своих письмах. То есть это обычно какие-то акции или специальные предложения. Это обычно какие-то обучающие статьи, советы или лайфханкинг. В новости компании, поздравления с праздниками. И предложения на мероприятия. Где они участвуют либо как участники, да, и приглашают встретиться, либо которые они организуются настоятельно. Чуть-чуть поговорим про то, как создавать письмо в какой-нибудь лаборитм. Тут очень просто три шага. Анализируем текущий ситуация, то ищем проблем и решаем. Сейчас в подробностях расскажу, что это значит. Анализируем ситуацию. Первонаперво нужно ответить себе на такие вопросы. Что вы делали ранее? Кому вы отправляли письмах? Как их открывали? Какие письма открывали? Какие у вас были цели? Достигли вы их? Если да, то как? Не достигли ли вы их? Если нет, то как? Может быть вообще не ставились ни в каких целях. Это нормальная ситуация, которая бывает. После того, как вы, в общем-то, всю эту информацию видите в себе в голове, мы перекладываем следующий этап. Вы пытаетесь определить вашу проблему. Например, вашу проблему. Не мало меня как поступить. Я делала тут суперкультура, супер, супер классная акция. Там суперщебное предложение. Так что-то никто не звонит. Никто не перезвонит. Никто не интересует. Тут может быть несколько причин. Первый может быть низко расправляемый. Может быть низкий сериал. Это в принципе никому не интересно. База может быть неактивная. Так себе база низкого качества. Или неправильно это сегментирует. То есть у вас какое-то региональное предложение, вы писали в другой регион. То есть, из-за этого вы уже немножко понимаете, вообще, в чем проблема и с чем нужно бороться. Ну и, собственно говоря, решайте ее. Работайте с базой, разрабатывайте предложения, отправляйте и анализируйте. Чуть-чуть подробнее про каждый этап. Работа с базой. Очень важно вообще рассылать не всем, кому попало. Лучше рассылать меньше писем, но по более качественной базе. Для того, чтобы вы понимаете вообще, как с этим работать, вы тоже задаете себе ряд вопросов. Когда эти люди открывают письма? Какие дни они их лучше читают? По каким ссылкам в письмах они кликают? Кто вообще все эти люди? Из какого они региона? Тут целый пул вопросов. Я приняла такие общие, но вы, исходя из этой работы, можете сформулировать результаты совсем другие. Конечно, в общем-то сложно понять и ответить на статистические вопросы, если вы не используете специальные сервисы, но и как раз пользуются для того, чтобы их использовать. И еще здесь один важный этап. Это отсеять неактивных и неактуальные лица, которые будут только портить вашу доставляемость. И разделить их на однородную игру. Еще раз повторюсь, лучше меньше на лучшее. Тут вот как нигде. Разработка предложений. Вам нужно тоже продумать три вещи. Анонсирование, если оно будет. То есть если у вас есть акция, которая ограничена по времени, если вы за два дня сказать, ребята, вот через два дня соблют вот такая акция, первое письмо. Второе. Время действия предложения. Тут вы можете тоже идти по цепочке, и если у вас есть на это сильное время, делать там буквально каждый день письма началось, или там акция в саппортах, или осталось чуть-чуть. Это все очень легко будет запрограммировать. Например, в том же MailChimp, в зависимости от того, люди открывали, уже или не открывали, кликали, не кликали, отвечали, не отвечали. То есть тут нужно будет все делать буквально. Ну и, конечно, подумать над содержанием. Спасибо компании Интерн, что вы прекрасны, по-моему, женщины. Я так люблю это показывать. Отправка. Тоже очень важная вещь. В MailChimp очень классно гемифицирована. Там такая обезьяна, которая, в общем, вас везде входит, и перед отправкой. У нее такая трясающая рука, такая капелька фото, которая нажимает на кнопку, ну что, ну что, ну что, тогда подправить. Отправляем. Но нельзя так просто. Еще один для вас чек-лист, как вы уже заметили, обожаю чек-листы. Во-первых, нужно пройтись по всем этим пунктам, особенно если у вас большая база, если большая сумка не понять все, и мы сделали правильно. Во-первых, выбрали ли вы нужный сегмент получателей? Уверены ли вы, что дата и время оптимальны? Уверены ли вы, что это тот самый контент, который вы хотели отослать? Уверены ли вы, что у вас классная тема и нормальный прикрыток? Что это такое, я объясню чуть-чуть подробнее, когда буду говорить про анатомию письма. Отображается ли все корректно? Есть ли айт-текст к всем картинкам? Потому что если они не будут отображаться, будет видеть айт-текст. От кого это вообще письмо? С какого-то имейла? Ваши получательные письма смогут это опознать или нет? Куда идут ссылки, на какие страницы? Есть ли форма отписки, про которые я говорила? Чтобы не превращаться в спам, можно ли вообще от всего этого счастья отказаться? Да, ведь мы работаем с заинтересованными. Соответственно, длить информацию на сайте этой теме. И главное, готовы обрабатывать вообще заявки с того, что вы это слали. Потому что я знаю там реальный пример нашего нотариатора, который вычислил, что по субботу это, значит, самый классный открываемый, субботу, субботу они не работают, звонят в офисе никого, они все расстроены, плачут и перекладят Анастасии, боже, чему у нас научили? Полная ошибка. То есть тоже нужно эти факторы и тресно взвешивать. Следующий этап – это аналитика. Собираем, анализируем, делаем выводы. То есть это все, про что я говорила. То есть вопросы, про которые я говорила, вот они как раз и получают от этой аналитики. Мы общались там с довольно большим таристным интегратором, они все говорят, что 30% это прям вот такой великолепный опенрейт. Ну и важно, конечно, еще следить за тем, сколько людей отписывается и, в общем-то, чтобы понимать, почему они это делают. чуть-чуть поговорим про то, что же должно быть внутри письма, которые мы отсылаем. Я думаю, что те люди, которые поднимали руки, когда спрашивают аналитикиологов и вообще энергетики, которые интересуются коммуникателем, они, наверное, слышали вот эти четыре прекрасные буквы. А это awareness, это внимание, интерес интересный, да, и action, которые я снипила, чтобы все оптимизировалось в два, желание действовать. Вот, и по этой классификации я предлагаю как раз-таки устроить наше письмо. Я вам расскажу как разные части письма вкладываются в эту модель, что это значит и вообще почему это веселая четырехполосная диаграмма здесь уместна. Смотрите, внимание. Первое – это идентификация отправителя. То есть по какому ремейлу отправить на письмо. Полный отстой – это новый реплайвинг, который очень часто предлагают по штургу сервису. Вообще сразу нет. Довольно неплохо для больших массовых отсылок, это в принципе нормально. Но все равно лучше, конечно, если там будет конкретное имя, фамилия, человек. Еще очень часто отправители любят писать должность через запятую, но на посильник туда не влазит, поэтому большого смысла в этом нет. Следующее – тема письма. Очень круто, когда в письме указано по муму оно, потому что, например, если у вас уже вбитый имейл, там вы что-то выйдете в сервис, они будут втягивать имя и очень легко вставлять или фамилию, то есть и как это вы зададите. Кому это письмо, когда и как. То есть вопросы, которые человек желательно должен читать, когда он видит там ваше письмо. Краткость, да, то есть по разным данным, по разным сервисам средние 60 символов, которые должны быть. Срочность, то есть если у вас какое-то предложение, например, акция, должно быть понятно, что оно ограничено по времени. Уникальность. Можно ставить какие-то там веселые звездочки, элементики. Ну тоже такая классная история, потому что мы постоянно делаем оба-тесты, и вы, наверное, знаете, с ним говорили, мы работаем в 130 странах, мы, конечно, на всех разных регионах тестируем разные веселые штучки. И вот у нас, например, оказалось, что в России, если мы вставляем в свои рассылки какие-то эмоджи, они вообще никогда не работают, они снижают все это вовременно и люди откидываются, то когда мы вставляем, например, на Ближнем Востоке, да, когда мы высылаем эмбираты, всякие такие звезды, там, фигменты взрывающиеся, они очень много повышают открываемость, то есть это все нужно тестировать, да. Ну вот российские специалисты говорят, что звездочка это оп, да, но как-то лучшее не при, как сказать, не до УТВ. Старайтесь не использовать описание, какие-то частицы невнятные, не ставить точку в конце темы, потому что она стопорит внимание и не превышает человеку, и как дальше. Ну и круто, когда есть какой-то вопрос, не юмор, не какая-то провокация, потому что это неставляет книг. Тут такое вот исследование, открытие писем с популярными словами в теме, да, и в принципе довольно ожидаемо, что это в основном акции, скидка, прайсы, вебинар, и тут процент от того, да, насколько влияет открываемость от слов ключевых, которые есть в заголовке, да. То есть в принципе мы могли бы сами составить этот список, чисто интуитивно, да, и с этим все подтверждают. Акции, скидка, прайс, вебинар, новый подарок, какие-то такие что-нибудь. Можно использовать. Прикэддер. Прикэддер — это то, что не влезло в заголовок. То есть тут есть отправитель, вот тут есть заголовок, есть еще вот такая вот штучка, которая часто пренебрегает, но она тоже неплохая, она помогает нам продавить заголовок. Это скринт из Gmail. Вот. Пожалуйста, тоже ее используйте. Ее платят 40 символов, и ей очень круто можно дополнить тему письма. Ну, интерес. За это, конечно, отвечает тело письма. Я тут, конечно, радостно сделала вам скриншот из дайджеста наших новостей. Интерес — это тоже футер. То есть это то, что внизу находится письма. Здесь мы всегда всегда размещаем новые социальность. Это не наш скрин, да, это скрин из интернета, но просто на нем так круто все показано. Здесь кнопки социальных сетей, да, здесь есть логотип. Здесь есть точно такая же структура, как на сайте, очень удобно, да. Здесь кнопки шариков и возможность записаться. То есть это все, то, что я говорила. Ну, и выбирать. Это очень круто. Вот. Ну, и такие общие базовые вещи. Ширина должна быть 600 пикселей, не больше, да. Адаптация за счет вложенного пересмотрения, потому что когда вы смотрите с телефона, все, что смешано с блоками, оно перестраивается в строчку, и это очень удобно. Текст лучше достать текстом, а не картинкой. Я знаю, что есть такой соблазн, чтобы достать красивую картинку с буквами, но которые потом будут криво передаваться, и будут так ничего не делать. И вы будете использовать стандартные шрифты. Типа табелила такого, который будет везде нормально продвинуться. Так. Мы подошли к самому интересному желанию действовать. Что должно быть обязательно в вашей рассылке для того, чтобы люди заинтересовались. Открыли. О, круто. Почитали. У них уже есть какой-то интерес. Читаю, 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 читаю. Но вы не оставили им никакого шанса, чтобы совершить действие, а не такой же. Смотрите, что стоит делать. Выделять призывы действий. То есть могут быть какие-то ссылки, кнопки, графические элементы. То есть у нас всегда есть, например, в новостях будет тогда полтора миллиона партнеров, узнают, кто это счастливчик. Статья подробнее. Еще не пробовали биологию, закажите. То есть предлагайте всегда узнать больше информации, потому что не предлагайте купить сразу, да, потому что это может быть что-то более нежное, узнать подробности, узнать прямо сейчас, да, получить больше информации. Очень круто писать, что нужно все срочное предложение, ограниченное по времени, прямо сейчас. Потому что сейчас действительно выглядано. И не делайте длинных фраз. Чем хорош тем лучше. Так, отлично. Социальные сети. Ладно, не буду сходить. Это было на Витолинге и уже, возможно, раздлилось со мной все более. Потому что, как мне показалось, когда я, в общем-то, рассматривала топ-виде наших таможих партнеров по Легиону, которые входят в Легион. У очень мало тысяч людей есть социальные сети. Цифры такие, ну, вы. Только у третьей есть социальные сети. Самый популярный Facebook. В первом месте ВКонтакте, он только из 15 дней. А процентов из этих ребят, ну, и по типу Инстаграма. Прекрасно грустновательная ситуация. И для использования такого прекрасного инструмента. Конечно, он не даст вам в ту же секунду очень быстро продали, да. Но узнавание вашего бренда увеличит, и, конечно, может быть, реальность. Я тоже, в общем-то, проведала довольно такой большой аналитику того, что постит наши партнеры. И тут такой тоже у меня топ-5 получился, да. Это контент, который законит лучше всего, да. Который набирал больше всего лайков и расшарок комментариев, да. То есть это были отчеты из определенных мероприятий, какие-то либо собственные конференции, либо семинары, либо формы. Это были фото-мероприятия, где компания приняла участие. У нас тут же есть такая-сюда дилемма. Мы поехали туда, мы конкурировали здесь. Кому-то интересно, кроме нас. А вот нет. Реально людям интересно. Новая оборудование, по-моему, тут есть пример довольно неплохой. Новости из жизни компании, знакомство с командой тоже работают. И поздравления с праздниками. Фейсбук. Что в Фейсбуке работает хорошо? Довольно-таки неплохо работает в бэкстейдж. То есть люди знают вас как солидного партнера. Они, например, не знают, как устроена ваша работа. Но и всегда интересно посмотреть внутри, да. Делать шаг в сторону и посмотреть, как это все выглядит сознательно. Поэтому, например, когда мы застраивались стенды на бедеи, мы не побоялись выложить вот такие фото, где там брязное, пылище. Вот мы с Александром Куршиновым мечтаем смотреть под застройщиком или какой-то элемент криво. Тут вот мы заехали на машине. Мы не боимся такого, и оно действительно называется там влюзер. Фоткурс с простой механикой довольно-таки неплохо заходит, да, с такими трендомайзерами. И круто собирать свои деньги по новым продуктам и услугам. Но, наверное, вы знаете, что сейчас логоритм H2B такой, что без густерного постов практически нереально проживает. Тут есть такой вот факт, что вы можете, в принципе, раскачивать и продвигать страницы или каких-то включенных специалистов в вашей компании или владельцев бизнеса. Потому что личные странички тоже могут приглашать людей в корпоративные странички и их посты верли чуть-чуть лучше. Ну, тоже интересные закономерности, которые я заметила, да, что посты с фотографиями из каких-то конференций, семинаров, где можно, конечно, отвечать, они набирают довольно-таки большое количество лайков. Новое оборудование всегда хорошо заходит. Посты с фотографиями, в принципе, получают из тех, которые видят вам на 60% больше лайков, чем текстовые или ссылочные посты. Посты вам профессионально юморные, это всегда очень круто отзывается, главное не пережастить. Ну, и про персональные профайлы я вам уже немножко рассказала. Ну, то есть мы поговорили немножко про каналы, да, то есть как это, какие есть структуры, что мне касается, и тут вопрос такой вообще, откуда брать контент. И я задумалась вообще, да, важен контент в маркетинге. Оказалось, что, ну, начала читать литературу, да, казалось, что важен, когда какой-то сложный символистический продукт, когда у нас есть разные аудитории, когда новый продукт, когда какие-то другие, и я подумала, опачки гостей. Это же мы по всем пунктам, да, то есть контент для нас очень очень важен. Я даже написала сайт, ведь ничего не напоминаю, но мне кажется, это как раз наша с вами ситуация. А чем можно писать без напряга? Тоже, потому что писала довольно большое количество сайтов наших партнеров, посмотрела, про что они пишут, и вот четыре такие темы, про которые можно писать, ну, может быть, не без напряга, но с меньшим напрямом чем про какие-либо другие, да, как это работает, это то, что вы и так знаете, то, что вы и так рассказываете, когда продаете, да, какие-то прикладные технологии, какие-то сложные комплектные задачи, которые мы уже решили, это те самые прислабые кейсы. Это отработка не по поводу. Например, вот это очень хороший пример из Украины, когда у них изменились правила покупки, и они сразу же подвались на такой ситуации, как это отработиться на нашей работе. Это очень круто. Причем она была небольшая, но у нее было большое количество там лайков в соцсетях, и я договаривалась с этой компанией, но они были, в принципе, прочитали тоже нормально по сравнению с средним количеством прочтений их статей вводных. И, конечно, круто говорить о своей компании, да, потому что люди любятную кухню, люди не почитают про людей. Например, там, я вязала только пример как один день монтажных, которые тоже очень-то радостно шаги. Вот. Ну, тут я уже заканчиваю, наверное, свою презентацию, и хочу еще раз три ключевые штуки, о которых я говорила повторить. Про сайт про email и по социальной сети. Про сайт, начните, пожалуйста, с аудита. Я дала вам огромное-огромное количество вопросов. Если вы хотели на десятую часть, если вы до себя ответите, я уже буду очень счастлива и уверена, что у вас семинар прошел недавно. Заведите порядок в структуре, потому что это действительно важно. Поработайте с элементами доверия, потому что многие из них добавить очень-очень просто, но они, правда, играют большую роль. Что касается email, ссылок, пожалуйста, сегментируйте свою базу, не жмите всем одно и то же. Чем больше вы подробитесь свою базу на более мелкие природные сегменты и делайте предложения, каждое конкретно для них будет лучше. Работайте с каждым элементом письма, то есть, да, важно только завело, как я уже вам говорила. Социальные сети, обязательно заведите, если у вас нет, вы спросите то, что работает. А что работает, я могу сразу рассказать. Так, ну, конечно, для них реклама. 3-6 июля у нас конференция в Минске. На самом деле, в связи с тем, что в России, там, чемпионат мира по футболу, очень сильно берут билеты из Москвы и в Москву, и из Минска в Минск, то есть, уже на эти статус, то есть, смазывают билеты сейчас, на технической конференции в 2018 году. В этом году мы запланировали прям огромное количество округлых столов, семинаров, работали в маленьких группах данных. Поэтому формат будет более интерактивный, чем в прошлом году. И маркетинговая поддержка, про которую я говорила, повторюсь еще раз. Пожалуйста, воспринимайте нас как свой отдел маркетингов на аутсорсе, потому что мы готовы предоставить вам готовые маркетинговые материалы, которые, правда, аттестированные на каждой группы, использованные нами на выставках и нашими партнерами. Мы постоянно ничтожим прав, изменяем, пусть они актуальны. Мы готовы делать вам новые материалы под заказ, если это понадобится. Если вы хотите участвовать в выставке, то мы только всеми руками за. Мы можем передать вам свой опыт, нарисовать полнограмму, нарисовать вам дизайн. Если вы решите организовать конференцию или семинар, то без проблем. Мы, ребята, мобильные, мы приедем к вам, мы быстрее закладываем, если это нужно. Мы приедем тоже не спустим руками, так что, пожалуйста, приглашайте. Если вы все-таки хотите взять сайт, если вдруг у вас этого не было, когда судя по количеству рук, это, наверное, не очень важно. Мы будем рады вас проконсультировать. Если он у вас уже есть, мы можем сделать для вас сервудит. Примерно такое же, как я говорила. Я открыла сейчас очень упрощенная датка, но наши специалисты делают для вас сервудит. Покажут примеры, где есть моменты роста, где нужны моменты изменения на вашем сайте. И точно так же, если вы работаете с каким-то подрядчиком, мы посмотрим его отчеты, покажем, что они делают верно, что неверно, то есть где они будут возможности это осмотреть. Мы очень открыты и очень хотим вам здесь помогать. Мы дадим рекомендации по развитию вашего сайта, потому что моя презентация – это все-таки у меня очень много времени. Я не дизитал-специалист. У нас есть специальные люди, которые ждут на почте маркетинговые материалы. Ваши запросы. Мы перевели буквально вчера поддержку маркетингу в личный кабинет на портал MyBurton.com. Там очень легко можно сохранять все профили маркетинговые материалы, выбирать нужные потребности или какие-то заканчивые работы. Это суперудобно. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Это сделано для вас. Наверное, на этом все. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Наконец-то я ощутил маркетингу и поддержку этого семинара. Мне кажется, что нужно все регулярно. Я думаю, меня сообщество поддержит и количество людей в зале говорит о том, что это интересно. Такая маркетинговая поддержка нам очень приветствуется. Можно, если можно, я сейчас скажу, что в этом году на синематике весь первый день мы посвятим обучение. Мы будем учиться и продажам, и маркетингам. Мы будем учиться HR. Там будет немножко диджитала. То есть мы прям хотим сделать первый день очень насыщенным. Профигурить какие-то общие бизнес-процессы, поэтому я очень-очень-очень поддерживаю. Да. Извините, я просто могу выделить продюсер на профессиональной Давайте такие проводить. Вообще было здорово. Ну, мы поднимаем, да. Мы как раз думали про это. Второй момент. Еще раз повторюсь, что Денису предложил небольшой текстовую подложку под каждый слайд, и это будет классное пособие для начинающих. Это было очень актуально. У всех есть сайты. У некоторых они чуть-чуть живые, не совсем живые. Вот. И поэтому вопрос. Сколько денег надо, чтобы в год, чтобы сайт был живой? Ваше экспертное мнение. Не так, чтобы он был там супер, да. А чтобы он был живой, а приличный, средненький, скромный, но живой сайт. Я предлагаю, чтобы не был голословный. Вы мне ставите свою почту, пишете свой сайт. Ну, кто смотрит и скажет. Потому что тоже сайт сайты росят. Ну, нужно понимать, какие у вас цели, да. Как это все выглядит сейчас. Да, ну, то есть, мне кажется, что самое классное, что мы можем сделать, посмотреть на свой сайт предметно. Да не страшно пока, в принципе, сайт, да. Так это лично, мы только во все время. Всем страшно. Страшно, да? Это просто будет круче, чем если я смотрю какие-то билки, там пальцем в небо тыкаю. Понятно. Ну, ладно. Все-таки вот этот вопрос, он очень актуальный и непонятен. Все-таки нужны ли деньги, не нужны деньги. У меня всегда проблема. Как-то вот. Деньги. 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 Спасибо. Ну, спасибо. Да, пожалуйста. Ну, ставим микрофон, пожалуйста. Для того, что мы видим запись, я не только так прошу выкрулить микрофон, мы видим запись и запись берется с микрофона. Поэтому, чтобы вы получили потом качественный вебинар, да, я прошу выкрулить микрофон. Хорошо. Я хотел спросить, у вас есть партнера с сайта, который вам нравится, и который вы могли бы про проговорить? Да, я могу вам сказать. Я предлагаю вам подойти, мы обменяемся визитками и мы можем сразу приступать. И еще у меня есть вопрос по рассылкам. Я очень часто получаю рассылки от компаний, которые занимаются тем самым, что я. И, в общем, хотим узнать, как посегментировали тех методов, на которых эта рассылка работает. Потому что, допустим, я работаю с руководителем предприятия. Я долго пишу письмо по всем контактам, ставлю номер исходящего, потом его в канцелярии по бухгалтерии проверяют, регистрируют. Кому отписанное. Я все это долго-долго-долго прохожу. То есть, есть такой инструмент. Вы сразу пошли тысячи предприятий, и в вас не подпишите. Я не понимаю, как эти 20 отписаны, за счет чего, расскажи. Ну, я как раз говорила про то, что если вы сегментируете базу, делите ее на маленькие-маленькие кусочки. Да. На какие категории век это работает? Или на что? Ну, это работает на сегментации, это база, потому что маркетинг, и оно работает везде. То есть, вам нужно понять, на кого хотите ориентироваться, какие категории это могут быть, и какие у них есть схожие клиенты. Ну, в канцелярии, допустим, какой-то рассылка. Там есть номер исходящего, они регистрируют. Такой спам, скорее всего, можно сказать. Это, наверное, не печатает, да, ну, видите? Да. Ну, я, например, рассылка. Не принял, а раз в месяц. Нет, все решается. Да, не я сейчас понимаю, что правильно. Ну, в канцелярии, вот, вот, накопленные законы, это, опять, есть канцелярии, которые приходят пришли. Там есть его сообщение. Адрис, лэвэрис, кризис, да? Которые приходят там. Адрис, да? В исходящие числа. Они регистрируют номер исходящего, номер даты, какой организации, с каким конкретным текстом, со специальным предложением именно для этой организации, когда это будет регистрировано. Если этого нету, то регистрироваться это не будет. Соответственно, я бы хотел сказать, в организации, ну, я знаю, что это работает. Я просто сам не верю, но знаешь, что это работает. Просто надо мне какое-то время, чтобы я вам это проверил. Не хочу воспользоваться вашим опытом. Ну, у нас есть пять минут в следующем семинаре, если что, поэтому... Да, ну, скажи, на конкретных горе клиентов это работает. Да, на самом деле на всех категорий клиентов. Тут всё равно важно понимать, что вы шлёте это не в молоко, что вы шлёте, там, не секретарю, не на инфо-собаку, там, название компании, да? Вы шлёте конкретному человеку, которого вы уже знаете. Это, как раз, как работает база, о которой я уже говорила. Ну, то есть письма, которые вы вызвали в молоко, вряд ли не открыты. Открыть нельзя, чтобы это было. Ну, есть, ну, это, как бы, бизнес. Ну, это регламент, как принимать решение на цепь на предприятиях. Все есть письма на этот секретарь. Секретарь их труда отправляет руководителям. И руководители отписывают на то, как это изделие, там, главному механику, главному тренаженеру, который отвечает на успехи на это решение. Ну, это, как бы, рынок. Ну, значит, это письма, с которыми вы уже знакомы. Спасибо. Спасибо.